Здравствуйте, друзья! У нас в студии гостья. Зовут Настенька. Приехала из... Из Беларуси, из Минска. Из Минска приехала. Давно приехала? Два года назад. А каким именно путем приехала? Выиграла грин-карту. Мой муж выиграл грин-карту. А вы заполняли две грин-карты? Да. А вы много лет играли? С первого раза. А мне все время говорят, а что это? Вот кто-то все с первого раза выигрывает, а вот так, что со второго, с третьего, это редко. А вы много лотерейщиков знаете здесь? Ну, достаточно, да. Они что, все с первого раза? Нет, нет. Кто-то с первого, кто-то 8-10 лет играет. Хорошо. Приехали два года назад. А вы такая... Она молоденькая. Вот. И... А вы успели образование завершить? Да. Так. Какое у вас образование? Консультативная... Клиническая консультативная психология. Это что-то медицинское что-то? На грани. Но это не в медицинском институте? Нет, нет. В педагогическом. В педагогическом. А что ж так клиническое? Это уж совсем там... На грани. На грани. Хорошо. А вы можете, например, так я любопытствую, скажем, вот два человека, один из них шизофреник, другой параной. Можете отличить, кто? Нет. А ты из области медицины. Чему их учат, друзья? Ну, хорошо. Значит, ладно. А вот так... А у нас студенты вот у вас в группе. Так, не показывай пальцем. Все нормальные? Абсолютно. Слушайте, если б я знал, я бы раньше спросил. Абсолютно нормальные. Хорошо. Так, а вы поработать все успели, нет? Да. Ну, когда же вы успели? Здесь? Нет, там. Да. Сколько? Около полутора лет. То есть вы мало того, так еще и поработать успели? Да. Ну и как вообще работала? Интересная работа была? Или вы в продаже были? Одно время в продаже. Так. А одно время в... По специальности? Да. Так вы... После того, как вы закончили? Нет. После третьего курса. А после того, как вы закончили образование, завершили, вы работали или вы уже сразу уехали? Хорошо. То есть вот человек сразу после школы, после института там пару лет прошло? Нет, не прошло. Вы сказали, что вы два года здесь? Да. Ну, закончила институт и уехала? Я заканчивала, когда была уже здесь заочной. То есть вы перевелись на заочной? Я была изначально на заочной. Я всегда училась на заочной. Я все понял. Я одновременно работала всегда. Я все понял. В продажах, потом по специальности. Да. И понятно. Ну, хорошо. А как вдруг получилось, что вы играли в лотерею? Все играли, и вы играли. Или вам давно хотелось, или вы, может быть, там... Ну, вы не были здесь по work and travel, если вы заочной учились. Чего вдруг-то? Наши друзья многие были, и они посоветовали, что вот есть такая лотерея, попробуйте поиграть. Ну да, но чтобы играть, надо было ходить куда-то, уехать или что? Да. Хорошо. Значит, приехали вы в Америку? Да. Ну, а тут что? Друзья у вас? Как вообще, вот как происходил процесс адаптации? Родственники у меня тут есть. Далекие? Мамин двоюродный брат. Нет, не очень. Мамин двоюродный брат. Но вы с ним там были в близком контакте? Хорошо. Он давно здесь? 15 лет. Ну, слушайте, прилично. То есть он уехал, а вы сейчас совсем маленько были? Да, я даже его не помню. Только по... Он живет вот здесь, в Кремниевой долине или где? Да, он живет в Анпре. Хорошо. То есть вы, в принципе, ехали прямо к нему? Да. И когда вы ехали... Подождите, а вот как родители отреагировали? Все-таки вы молоденькие такие, ну я не знаю. Они, может быть, переживали, родители, что у вас жизненного опыта еще мало, и как вы там в другой стране будете? Или они легко это приняли? Они легко это приняли к тому моменту, когда мы уехали, мы уже три года жили отдельно, поэтому... Ну, то есть уже как бы взрослые такие. А вот когда у вас есть родственник, например, это в вашем сознании как-то вам говорит, вот мы приедем, и он нам как-нибудь поможет. Или просто в гости можно сходить. Или вот что ожидается от родственников? Потому что я знаю, многие люди, они, когда у них родственник, у них такое ощущение, что они сейчас приедут, родственник им дом подарит, или там еще что-то. Знаете, вот бывают такие мысли. Вот вы чего, например, думали о себе? В аэропорту встретят? Встретим. Встретил, хорошо. Вы у него пожили там недельку, может? Да. Так. А потом что было? Ничего, сняли квартиру и переехали. Сняли квартиру, в Волн Открики жили? Да. То есть вы прямо там и живете сейчас? Да. Хорошо. А сколько по времени вы добираетесь? Говорят, что на пробке там можно два часа ехать. Да, два с половиной часа здесь. И обратно, там очень далеко. Так подождите, а муж работает где-то здесь или там? В Сан-Франциско. А там, может быть, на метро ездит, да? На парте. Хорошо, да, на парте, хорошо. Говорят, у нас тоже скоро будет где-то в Санузре что-то копают, я не знаю. Но это будет большое подспорье. Ладно, а как вы к нам в школу попали? В школу как попали? Мне просто посоветовали. Люди, которые работают? Люди, которые учились давно достаточно и теперь работают. А живут в Маткрики тоже? В Даблин. В Даблин, там рядом. Да. Ну, хорошо. А вы послушали их и вам не показалось, что-то ерунда какая-то, какое отношение имею к каким-то компьютерам? Нет, не показалось. Не было такого. Хорошо. Вы уже проучились месяцев сколько, парочку? Три. Да, мы уже закончили. Закончили? Мне очень сложно запомнить очень большое количество теорий и определений. Мне легче в чем-то разобраться, понять, как оно работает, чем просто запомнить последовательность слов. Нет, ну, последовательность не надо, если вы понимаете содержание. Да. У нас проблема в том, что некоторые последовательность выдают. А содержание? Один вопрос задашь, когда им вдруг поясняется, что он не понимает. Кому же нужно зазубриное это, господи? Мы, конечно, хотим, чтобы народ заучивал что-то, потому что даже если он понимает, и даже если заучил, когда на интервью идешь. Вы еще не были на интервью? Нет. Нет, это стрессово. Не для всех, но многие люди нервничают. И поэтому ты вроде даже и знаешь, и вроде учил, и тебе задали вопрос, вот как вот это, и поехал. Поэтому неплохо так подучить, но надо, конечно, с содержанием. А содержание понятно, да, по смыслу? Да. Ну, это самое главное. А когда с содержанием понимаешь, все остальное легко подойдет. Ну что же, а вот в группе? У вас так дружненько или там как-то все разобщенненько? Нет, у нас очень хорошая группа. У нас все друг с другом общаются. Хорошо. Ну, в смысле, как сказать, социальный такой круг возникает, не только профессиональное общение. Ну, достаточно дружная группа. Ну что же, хорошо. Теперь такой вопрос. Вот приехали вы в Америку, молоденькая девочка, только после института, там немножко поработали. И вот как вообще? Вот первые впечатления какие? Можете вернуться в памяти на два года назад? Сейчас-то уже что? Ну вот два года назад, что больше всего удивило? Или до сих пор? Воздух. Очень чистый воздух. Что, правда? Да. А у тебя в Минске? Ой, там очень грязно было. Правда? Да. А как же там леса вокруг? Не знаю никаких лесов. Ну, в самом Минске нет. В Белоруссии женой. Ну, в Белоруссии, да. Но в Минске очень грязно. Очень много. Производством? Можно много производств? Или от автомобилей? Не очень. Много машин и от них очень много выхлопных газов. Я понял. Никто не контролирует выхлопные газы, как здесь. Поэтому очень воздух загаженный. А если бы вы попали, например, в Сан-Франциско? Бывали же? Конечно. Там тоже чистый? Чище, чем в Минске, да. Но не такой, как, скажем, здесь. Не, не такой. То есть там все-таки больше плотность автомобиля. Конечно. Хорошо. А если бы, например, вас спросить, ну вот сейчас вы закончите, начали зарабатывать, работать. В общем, все хорошо. И свободные, как птицы. Там, можете куда хочешь поехать. Вот где бы вам хотелось жить? Есть такое? Да. Где? В Сан-Диего. Хороший. Я одобряю. Хорошо. А может тоже так? Да. Да. Несколько раз. Шесть. Знакомые друзья. А как же так? Шесть раз за два года и так? Мы очень много где были за два года. Так. Рассказывайте. Это интересная тема. Где были? Значит, Сан-Диего. Понял. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Сан-Бернадино. Так. Национальные парки. Какие? Грэнд Кэннион. Так. В Аризоне. Брайс Кэннион. Вьюти. Так. Зайн Кэннион. Вьюти. Так. Арчис Нэшнл Парк. Вьюти. Так вы путешественники? Да. В Колорадо. Слушайте, а вы еще сами или с экскурсией? Да. Нет, сами. На машине. А ну большая компания или вдвоем? Вдвоем. Как там парки-то как? Очень красиво. Очень. Это самое, наверное, ну это просто неописуемо. Это очень красиво. Это просто. А вот условия. Ну вот допустим, знаете, как вот с возрастом хочется удобно, чтобы было. Потому что когда молодой, там вроде прикорнул где-то и ничего. Ну, а вот хочется удобного. Вот приехал там в Грэнд Кэннион, да? Вот где вы там, скажем, заночуете? В мотеле? В гостинице. В гостинице. Ну то есть есть там инфраструктура. Я не имею в виду Грэнд Кэннион, там я был. Ну вот скажем там в Вьюти, да? Ну да, там есть городки небольшие, правда. Но там есть гостиница очень уютная. Инфраструктура есть? Ну минимальная, конечно, да. Магазин, заправка, гостиница. Ну да, а что еще надо-то? Хорошо, русского магазина там никто не ищет, правда? А пользуетесь ли вы русским магазином? Нет. Никогда. Ну подождите, а селедочку белорусскую? Не ем селедку. Так. Ну а я икорку. Там... Икорка и тут подается. Нет-нет, яку здесь. Здесь, вот у нас, в русском магазине. Нет-нет, я не хожу в русский магазин. Так, хорошо. Гречку где возьмете? Я не ем гречку. Так, конечно, вам там совершенно ни к чему было оставаться. Так, гречку не ест, селедку не ест. Нет. А бульбу? Уже намного меньше. Когда ты приезжаешь... Картошка. Да, картошка. А раньше очень много ели картошки. У нас в стране, как бы, в основном люди едят картошку, но когда приезжаешь, вкус очень сильно меняется. То есть, ты начинаешь понимать, насколько здесь разнообразие фруктов и овощей, насколько разнообразие продуктов. Начинаешь пробовать это, 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 и выбираешь то, что нравится тебе теперь. Вы знаете, как в Минске улица, которая раньше называлась проспектом Ленина? Вот самая главная улица большая. Теперь проспект независимости. Проспект независимости вот этого. И там, на пересечении этого проспекта с улицей, которая раньше называлась... Ну, не важно. В общем, там завод промсвязь, технический институт, вот эта вот улица. Да. И там, напротив, была бульбяная. Не была. Нет, говорят, что и сейчас есть бульбяная. Не знаю. Ой. Ой. Вкусно. Да. Что вы. Я на всю жизнь. То есть, белорусы не просто картошки много били. Они изощренно ее били. Да. В разных, разных вариантах. И драники. И печеные. Да, да. Не надо сейчас. Не надо сейчас. Многие, может быть, и голодные сейчас. Потом скажут, вот я и за вас побежал в холодильник, там залез. Ночью. Ночью, да. Ну, что же. Хорошо. А вот из гастрономического. Вот вам что в Америке так приглянулось? Вот на что, так сказать, вот глаз ложится? Даже так, я не знаю. Очень много всего. Разно. Ну, это большое. Ну, вот лакомство. Какие эти? Вот чем любите? Чем бы вам полакомиться? Вот если, скажем, время есть, настроение, сейчас пойдем полакомимся. Чем пойдете там? В суши ресторан? В суши. Есть такое, да? Не пиццу, не фаст-фуд. Как очень многие приезжают. И идут есть бургеры. Такого нет. Я думаю, что сейчас бургеры можно всюду есть. Это ж не надо по Америку приезжать. У нас нет такого разнообразия бургерных ресторанов, как здесь. То есть только Макдональдс. Они, конечно, вкусные. Они вкусные. Но когда подумаешь, что ешь. Вредно. Да. Хорошо. А вот не было такого, что, допустим, по первости всего хочется. Я помню, знаете, мороженое, штук сто разных. Думаю, как? А я сластеную. Я говорю, как охватить? Сколько же лет надо прожить? У вас не было такого? Нет. Я вообще не ем сладкое. Я не люблю. Нет. То есть не было такого, что раз и первые два месяца весу набрали? Нет. Я наоборот похудела. Так. Друзья, вот и так бывает. Приедешь и похудеешь тут. Конечно. А машину выводили в Минске? Да. Еще дома? Да. То есть у вас не было такого водительского опыта здесь американского? В смысле, первый раз машина села в Америке? Нет. Я первый раз в автомат села в Америке. А, я понял. С ручной передачей был автомобиль. Ну, конечно, для девочки. Обычные девчонки очень любят. То есть если есть возможность с ручной или автоматической, девочки обычно хотят автоматическую. Да. Ну, нет, у меня все равно. А парни есть такие, они просто вот это вот подавая, у них отняли возможности. Да. Хотя сейчас мало осталось машин с ручной передачей, потому что было время, как-то многие водители предпочитали с ручной, но получается, что, во-первых, продать потом сложнее. Желающих на ручную меньше. Меньше. Мой муж хотел на ручную, но я сказал. Ну, да. Потом сложнее продавать. И, кроме того, новое поколение как бы уже не хочется с ручной. Вот молодежь подрастает и мне хочется. Потому что это удобнее. Да. Хорошо. Так, а вот смотрят люди на вас и говорят, вот живет девушка в Америке, а нет ли у нее ностальгии, может быть, какой-нибудь? Нет. Абсолютно. Так. А что здесь вот есть такое, что классно? Все классно. Солнце светит постоянно. Хочется солнышка, правда? Да. Там вообще никогда не было солнца. Очень-очень редко. Что вы такое говорите? Очень редко. В Белоруссии? Очень редко было солнца. О, дают. Так. Полгода снег, полгода дождь. Это правда? Да. Это правда. О, как. Хорошо. Ну, снег я помню. Я там бывал много раз в Минске. Да. Снег помню. Снег, ладно. Так. Ладно. А грибы как же? Вы грибы собирали? Нет. Нет. Так а что я делаю? Еще нибудь си водку не пьете? Нет. Так какой же смысл? Конечно надо. А красненькая? Да. Калифорнийская. Это наша девушка Федоровая. Мы ее забираем. Давайте. Вот. Значит, будет в Америке теперь жить. А Калифорния вам, ну да, вы сказали, что вам нравится Сан-Диего. Да. А вот из других штатов то, что вы видели, вот здесь такие места, где вы сказали бы, да, здесь можно жить, здесь неплохо. Были в Орегоне, в Сиэтле. Да? Да. Ну, как там? Холодно. Неплохо, но холодно. Ну, не холоднее Минск-то? Нет, не холоднее. Но в Орегоне очень много дождей, и в Сиэтле очень много дождей. Очень сыро. Поэтому я бы, особенно то, что на побережье, там очень сыро и очень сыро. Ну, там меньше солнечных дней, это правда. Поэтому очень приятные штаты Ревон, там очень много лесов, очень красивые дороги, красивые горы. Да. Рыбалка. Грибочки. Да. Но для тех, кто боится дождя, кто его не любит, туда не надо ехать. Я понял. А вы как раз вырвались из дождей и снега. Да. А вот Сан-Диего, когда вы сказали, для вас существенно, что там океан теплее, можно купаться? Да. Я очень люблю плавать в океане, люблю в волнах. Очень хочу заниматься серфингом. Когда мне появится свободное время, я обязательно буду заниматься серфингом. Такой вопрос. Вот сейчас такое время нервозное у тех, кто участвует в лотерее Green Card. Потому что идет к тому, что вроде бы таки отменят ее. Вроде сейчас уже так вот прям туда подходит к этому моменту. И люди переживают там и так далее. Вот я вижу, что многие люди, которые уже перепрыгнули через ручей, то есть уже находятся тут, они так вот осуждают. Они говорят, вот там приезжают, потому что там на шею общество садятся. Там зачем вообще брать людей там по какому-то непонятно какому, когда вот лучше по бальной системе отбирать полезных и так далее. Вот у вас нет такого, что мы уже тут, а дальше уже фиг с ними? Или вам все-таки хочется, чтобы приезжали еще люди? Мне хочется, чтобы приезжали достойные люди, которые будут учиться, будут работать, будут приносить пользу государству. Приносить пользу обществу и себе в первую очередь. Но пока, к сожалению, такого отбора нет. Поэтому пускай приезжают те, кто выигрывает, пускай им повезет, а потом посмотрим. Может, люди приедут, их смотивируют. А вы за эти два года встречали людей, которые пожили-пожили и уехали? От чего они уехали, расскажите? Из-за чего люди уезжают? Потому что я, например, практически не знаю никого, но может быть там за 25-27 лет, может быть там пару человек знаю и все. Это очень большой стресс и это очень тяжело, как бы все не говорили, что это так просто и весело. Это все равно, как бы тебе не нравилось, это все равно очень-очень тяжело. Ты вырываешься из привычного круга своей жизни, тебя берут и забрасывают в совершенно другую сторону, ты не видишь ни своих родных, ни своих друзей, у тебя начинается совершенно новая жизнь. А вот это вот в скайпе поболтать, это не то же самое? То есть, как бы не хватает? Мне хватает. А может быть это связано было с тем, что они что-то такое ожидали? Я не знаю, что, может быть они ожидали, что они приедут, им там дом дадут, машину две, там, я не знаю, счет в банке и вдруг получается, что надо работать как-то для этого. Я к тому, что, может быть, ожидания не оправдались? Я не думаю, на мой взгляд, просто нам рассказывают, что здесь просто жить. А кто? Блогеры рассказывают? Бытует такое мнение еще давным-давным-давно, что только ты уехал в Америку, а тут доллары на пальмах растут. Есть, есть. Я тоже искала, они растут пока. Так. Вот, просто это совершенно другое все, другая страна, другие люди, другая жизнь и надо быть очень flexible, гибким, открытым к чему-то новому. Потому что многие люди, особенно люди постарше, им очень тяжело переключиться на что-то другое, когда они прожили всю жизнь так, а теперь живут так. Уклад жизни совершенно другой. А что же они едут? Или они не догадываются, что поменяется что-то? Никто вам, правда, не скажет. Вы никогда не поймете, пока вы не приедете. Никакие блоги, никакие новости, никакой интернет никогда не скажет так, как есть на самом деле. Это очень субъективное чувство. Ты приезжаешь, либо ты попадаешь в то место, в котором ты должен быть, либо нет. И это чувствуется, на мой взгляд, это чувствуется сразу. Это на уровне страны или на уровне штата, города? Это на уровне себя. Да. Но, допустим, тот же человек, которому плохо в Нью-Йорке, может быть, ему было бы замечательно в Орегоне. Возможно. Но он приехал в Нью-Йорк. Ну, это зависит от штата, но изначально это внутреннее состояние, когда ты попадаешь в место, ты понимаешь, что ты ему принадлежишь. Окей. Это важно. Да. То есть, для меня это было так, ты выходишь из самолета, и ты понимаешь, что ты попал домой. У меня то же самое. Никогда, ни единой секунды, ни единого раза я не подумала, что я хочу туда вернуться жить. Я бы хотела… Я бы хотела туда съездить. Наш молодняк. Я бы хотела, возможно, посетить на какой-то небольшой промежуток времени, но просто, как бы так сказать, я никогда не чувствовала себя на своем месте там. Никогда. Мне было окей. У моей жены так было. Это окей. Я как раз себя чувствовал совершенно нормально, но я и здесь себя с первого дня чувствовал нормально. А жене там как-то тяжело было. Она все время тяготилась. Просто очень тяжело, когда… Я очень просто позитивный жизнерадостный человек. Просто очень тяжело видеть серое небо, серые лица, серые здания, серые дни. Это не к тому, что там плохо. Это просто мое субъективное ощущение, когда ты выходишь на улицу, и все вокруг серое. Что, правда серое? Да, правда, очень серое. Просто на тот, кто может с этим как-то смириться, тот может смириться. На меня это очень сильно одолело. Я думаю, есть люди, которые просто и не замечали, что оно серое. Просто так вот родился, живешь там. Мальчик. Да, да. У меня была, знаете что? У меня была такая история. Приезжала девочка к моей дочери навестить. Они учились в одном классе в Москве. И она приехала, ну лет 14 ей было. Учились они в английской школе. И девочка так по-английски неплохо говорила. Все было замечательно. Ну и как-то они так соскучились. Я там маме московской говорю, давай ее сюда. Или 15 ей было. В общем, короче, она приехала. Побыла у нас тут несколько недель. И потом мы ее посадили в самолет. Как ребенок, в общем-то. Но мы ее посадили в самолет и она полетела. Соответственно, я так уже прикидываю, что она должна была бы уже прилететь. И звоню маме и говорю, как там? Насте тоже звали девочку. И я говорю, как там Настенька? Она говорит, плачет. Я говорю, а что плачет? Она говорит, что все воняет. Я говорю, что воняет? Она говорит, так я не знаю, что воняет. Всю жизнь в жизни ничего не воняло. Сейчас ей все воняет. Очень многие говорят, что воняет. Когда я один раз за все время поехал там навестить, по делам съездил в Москву, ощущение, что воняет, у меня было при выходе из здания аэропорта Шереметьево. Моя подружка сказала то же самое. Слушай, ну там же эти двигатели, там сжигается топливо, там, конечно, воняет. Там должно вонять. Но потом у меня такое чувство было несколько раз, что я упаду сейчас в обморок. На каких-то улицах, таких интенсивных, типа Ленинский проспект, там было так много выхлопов. И еще зима была, но так как-то. И мне было не сказать, что я сейчас сознание потеряю от выхлопов. Такое у меня было, но чтобы вот так именно. Ну то есть я к чему говорю, что в контрасте ты начинаешь что-то такое вдруг видеть. Потом проходит, привыкаешь и все. Ладно. Если мы говорим про тех людей, которые собираются в Америку. Вот уже пожив тут два года. Уже видев людей, которые нормально себя чувствуют. Людей, которые не очень нормально. Людей, которые не очень нормально так, что даже уехали. Вот к чему вы посоветуете им быть готовыми, на что настроиться, чтобы все хорошо прошло? А может вообще не ехать? А вы знаете, я бы сказала, что прежде чем поехать, надо очень хорошо подумать. А как же они знают, получится или не получится, если вы сами говорите, что надо приехать и только тогда ты увидишь? Безусловно. Но надо хорошо подумать, стоит ли оно того. Потому что очень многие люди начинают продавать дома, квартиры, машины. Да, там. То есть они покупают свой билет в один конец. И не зная, что здесь происходит. И они приезжают, они живут, они пытаются привыкнуть, и они не могут. А возвращаться уже некуда, потому что там ничего нет. Поэтому, на мой взгляд, это не очень правильная идея, что если есть какие-то сомнения, всегда лучше приехать посмотреть. Наша эмиграция, наша волна. У нас у всех был билет только в один конец. Мало того, мы еще не могли продать ничего, в отличие от вас. Вы еще хоть продать что-то можете. Вот у меня была квартира в Москве, мы ее так оставили и уехали. И машину я продал. Да, вот машину я продал там по тем временам где-то меньше тысячи долларов. Ну, не важно. И, значит, мы ехали в один конец. И мне кажется, что вот в нашей волне никто обратно не ехал и не хотел, и даже в мыслях не было, что можно обратно. Вот если бы я уехал и знал, что у меня в Москве квартира, а я здесь уже второй год, скажем, непонятно с чего на что перебиваюсь, а друзья мне говорят, Миша, мы там сейчас замутили, давай сюда. Понимаете, гораздо больше шансов, что ты сорвешься и обратно понесешься. А когда ты уже отрезал, ты отрезал, ты начинаешь устраиваться на этом месте. То есть, может быть, у меня такое вот воспоминание, скажем так, что это, может быть, помогает исключить вот эти мысли, а заставляет тебя сфокусироваться на том, как устроиться. Хотя, я не знаю, встречались вы с такими или нет, есть люди, которые по 25 лет и по 30 лет, и которые не устроены, и которые все время ноют. О, да. Очень много людей ноют. Ага. Они ноют. Но обратно они не едут. Нет, нет. То есть, они ноют не то, что здесь хуже, чем там, они ноют, что они здесь не получили того, что хотели. Или, допустим, то, что у других есть, а у них нет. Он может тебе сказать, что там было лучше, но все равно он не поедет. Нет. Конечно, все уже. И поэтому... Ну, в целом, тут весело. Вот эти, которые ноют, не портят настроение? Ну, если на них не обращать внимания, то нет. Друзья, вот ответ. Не обращайте внимания. Приезжайте. Увидел пьяного? Что? Приезжайте. Нет. Увидел пьяного? Отойди. А, нет. Он тут пьяный. Я понимаю. Это идиома. Такое идематическое выражение. Ну, что, Настя, давайте мы вот чего. Давайте вы доучиваетесь, идите на практику и начинайте работать. Это даст, знаете, что это даст? Это даст еще какое-то вот измерение в американской жизни, когда ты вдруг начинаешь чувствовать себя, ну, не то, что там тебя пустили там в уголке посидеть, понимаешь? А когда ты так вышел на магистраль и фигачишь, и все твое. То есть, может, у вас и сейчас такое ощущение есть, но там к нему добавится. Угу. Так что, хорошо. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте мы передадим привет тем, кто остался там в Беларуси. Привет. Те, кто вас любит и радуется за ваши успехи и желает вам всего лучшего. И плюс нашим зрителям тоже, которым наверняка вы понравились. Вот. Насте не может не понравиться. Это такой светлый образ. Вот. Я на самом деле должен был бы быть Дед Морозом. Угу. А Настя такой… Снегурочка. Снегурочка такой, да. Или вот как в этом кинофильме «Морозка». Да. Вот там Настя и Дед Мороз. Вот так я себя вижу вот так, в таком качестве, Дед Морозом таким. И пусть все, кто как бы мечтает об Америке, да, пусть ваша мечта сбудется. И пусть не обломается. Пусть мы все сделаем то, что от нас зависит. Правда? Да. Вот мы со своей стороны, вот с этой стороны экрана, мы по тому и вот разговариваем, чтобы, может быть, посадка была мягче. Правда? Да. У тех, кто там. И когда я начал впервые лет, может быть, 6-7 назад, когда я начал делать видео с теми, кто здесь находится в эмиграции, у меня было такое очень простое желание показать, что здесь люди такие же, как и везде. У них нету рогов, у них нету клыков. Они как-то не то, что четыре руки, понимаете, или два пупка. Нормальные люди. Вот такие же, как там. Светлые, симпатичные, хорошие, жизнерадостные. Цели у них есть какие-то в жизни, они стремятся к чему-то и так далее. Так что вот мы такие, тут не страшные. Правда? Да. Даже наоборот. Вот. Все. Значит, если кто-то хочет познакомиться, мы предупреждаем девушку замужем. Вот. А вы, я вас знаете, что попрошу? Если вопросы у ребят будут какие-то, я не знаю, какие, самые разные могут быть, они там в комментариях пишут, вы им там что-нибудь такое, значит, там, черканите пару слов. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Ладно. Все тогда. Привет. Маша в ручкой. И до скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова